Всем доброе утро! Сегодня 4 декабря, понедельник. Мы говорили, что 27 дней до Нового года, но ведь никто не сказал еще, что осталось три недели до католического Рождества. Так, а к чему-то это? Вот, и первое исполнение рождественской кантаты Баха, Юля, будет завтра, 5 декабря, в Екатеринском зале Свердловской детской филармонии, 18.30. И сегодня мы об этом поговорим с нашим гостем, который прибыл к нам сюда из Нижнего Тагила. С большим удовольствием представляем вашему вниманию Владимир Капкан, дирижер и художественный руководитель оркестра Адемитов Камерата. Доброе утро! Доброе утро! Владимир, ну мы, во-первых, рады, что вы к нам приехали на эфир, чтобы поделиться информацией о том, что же будет происходить завтра. Вот эту вот самую кантату, которую вы будете исполнять завтра в Свердловской детской филармонии, называют одним из самых знаменитых творений Баха. Какая связь у этого творения Баха и Урала? Ну, вы знаете, в истории человечества удивительное совпадение есть. И совпадение дат. И как известно, и прекрасно и жителям нашей области, да, что датой рождения города Екатеринбурга является 1723 год. Датой рождения города Нижнего Тагила, у которого вот на сегодняшний день заключен еще и договор о содружестве, о творческом, в том числе, содружестве с Екатеринбургом, в 1722 году основатели определили датой рождения наш город. Поэтому можно сказать, мы по годке. И в связи с этим мы готовимся встретить 300-летие. Но ровно в 1723 году в Лейпциге состоялось исполнение этого величайшего творения Иоганна Себастьяна Баха, которое называется Магнификат, да, которое посвящено именно предшествию Рождества, рождению Христа, и написано на текст Евангелия от Луки. Собственно говоря, в основе этого произведения. Поэтому это высоко духовное произведение. И нам показалось очень своевременным, да, и очень важным, наверное, коль у нас появились такие возможности, а следует обязательно подчеркнуть и отметить, что не только, конечно же, наш оркестр исполняет это произведение, потому что оно написано для солистов, и будут солисты Екатеринбургской, знаменитые певцы, оперные певцы участвовать в этом проекте. И, конечно, великолепнейшая хоровая капелла, капелла мальчиков и юношей детской филармонии города Екатеринбурга. Что, в принципе, соответствует задумкам композитора. Конечно. Вы абсолютно точно подметили, потому что в свое время духовную музыку исполняли во времена Баха, прежде всего, там звучали мужские голоса. Поэтому не случайно вот выбор именно хоровой капеллы мальчиков и юношей для этого проекта. И огромнейшая работа, которую провел и руководитель этого коллектива, Вячеслав Кульмаметьев, просто вот благодаря его сподвижничеству и нашему тоже усердию, я надеюсь, что этот проект, он реализуется. Ну вот вчера, я знаю, что у вас был концерт, и, наверное, репетиция была уже, да? Конечно же, да. И у нас был засланный казачок, который подснял эту самую репетицию. Мы хотим небольшой фрагмент посмотреть и сделаем, давайте, это прямо сейчас. Хорошо, спасибо. Да, это еще одно из обстоятельств. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет возможности воссоздать полные, аутентичные инструменты, потому что некоторые на сегодняшний день существуют уже в небольшом количестве, в единичном количестве экземпляров, практически да. Поэтому, конечно, у нас используются современные инструменты, но состав оркестра мы постарались приблизить именно к баховскому. Это уменьшенное количество струнных, да и соответствующее количество духовых, но практически так, как это написано именно у авторов. И нет тромбонов, Юля, представляешь? И нет тромбонов. Нет тромбонов. Самый большой медный инструмент там труба. Расскажите, как проходили репетиции и вообще сколько потребовалось репетиции, ведь это оркестр, большое количество людей. В капелле мальчиков ведь в несколько рядов они стоят, плюс солисты театра оперы и балета. Для того, чтобы сработаться, сколько вечеров вам потребовалось? Ну, вот как вы уже сами отметили, у нас вчера начались репетиции. Это совместные первые репетиции. Они продлятся буквально до момента выступления сегодня и завтра будут продолжаться, потому что действительно это огромнейшее действие, которое продолжительное и во времени, по количеству номеров, которые звучат в этом произведении. Но очень важный момент, конечно, заключается и в предварительной подготовке, потому что фактически работа, она началась с начала нынешнего сезона. И это, я уже говорил, кропотливейшая, да, и очень тщательная и сложнейшая работа с хоровым коллективом, прежде всего. Мне бы хотелось отметить высочайший исполнительский уровень хоровой капеллы. Я вот только хотел спросить, Владимир, как профессионалу вам вопрос. Все-таки с кем сложнее работать? С оркестром, с которым вы постоянно общаетесь? С хором, с которым вы видитесь на сводных репетициях? Или с солистами, у которого каждого свой характер? Общаться со всеми очень просто. Но, конечно, для руководителя, музыкального руководителя, проще общаться с профессиональными музыкантами. Почему я постоянно возвращаюсь и подчеркиваю вклад и роль до хорового коллектива? Потому что среди его участников есть только еще начинающие музыканты, которые делают первые шаги с участием их наставников. Но, конечно, в общении у нас нет никаких проблем. И, прежде всего, в творческой работе, да, непосредственно над самим произведением. Мы легко находим взаимопонимание. И у нас царит, мне кажется, очень хорошая такая рабочая, приподнятая атмосфера в ожидании вот того праздника, который у нас состоится в день концерта. Ну, остается только напомнить, друзья, уникальное событие случится уже завтра в городе Екатеринбурге, в Екатериненском зале Свердловской детской филармонии. Не пропустите, в 18.30 подходите, друзья мои, и послушайте Баха. Ну, да, уникальность этого события в том, что Большой оркестр из Нижнего Тагила, детская капелла мальчиков из города Екатеринбурга, солисты нашего театра оперы и балета, исполнят аутентичное произведение, то есть именно в том виде, как оно задумывалось в 1723 году. Ну, а мы сейчас предлагаем вам аутентичное произведение наших замечательных мультирепликаторов в эфире «Смешарики», после чего смотрите внимательно, там есть вопрос и ответ.